Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о бизнесе в России. Сегодня замечательная тема, потому что мы говорим сегодня о модельном бизнесе. В гостях у меня Светлана Кувшинова, генеральный директор модельного агентства Ренессанс. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, традиционно у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору. Для этого есть телефон прямого эфира. 6510-99,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Наверняка их будет много. Итак, начнем разговор. Света, как вы оказались в этом бизнесе? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, агентство я открыла в 2000 году, в апреле. То есть ему уже, дай бог. Да, то есть в этом апреле будет 13 лет. Я бы сказала, это срок. Да, это прилично, прилично. Начиналось все с модельной школы, которая переросла постепенно в модельное агентство. Попала, можно сказать, случайно. Вот, работала... То есть вы сами не из этой среды изначально, да? Нет, моделью я не была. Хотя я думаю, что этот опыт мне бы очень помог бы. Наверняка, да. То есть знать дело изнутри, да, это всегда... Да, это наверняка помогло бы. Потому что, например, вот самое первое модельное агентство, известное всем, да, Red Stars, которое открыла Татьяна Кольцова. Она была самой моделью, насколько я помню. Я думаю, что это ей помогло тогда. Это, по-моему, 90 или 89 год, это было самое первое. Самое первое, да, и по-многому революционное, потому что мы только что, да, открыли занавес железный и ничего об этом не знали, не слышали. Я думаю, было очень сложно им наверняка быть первыми в этой стране, потому что очень много, наверное, было нюансов. В 2000 году тогда, на тот момент, еще не был так развит интернет, как сейчас. Вот. И, конечно же, сложно было двигаться. То есть у меня было такое ощущение, я как слепой котенок была на тот момент. А потом постепенно все развивалось, развивалось и... А интернет, вы вспомнили интернет по какому поводу? Не было интернета, то есть... Интернет не был настолько развит, да, то есть визитная карточка у компании, как сегодня, да, если у тебя компания, у любой компании сегодня есть сайт, да, то есть на тот момент... То есть продвигать свои услуги было сложнее, правильно? Да, продвигать было сложнее. А в интернете гораздо проще. Социальные сети наверняка вы использовали. На самом деле, да, у нас на сегодняшний момент по статистике узнают о нас именно и модели, и заказчики агентства именно через интернет. Это как бы интернет сейчас в списке номер один. На тот момент нужно было нарабатывать связи, контакты. Ну, насколько я понимаю, да, ведь модельное агентство появилось на базе модельной школы. Верно. В принципе, уже какой-то... На базе модельной школы. Базист уже, да, основа какая-то была. Ну, вначале было, на самом деле, очень сложно, потому что, когда приходили хорошие заказчики, то не было достойных моделей. Когда приходили достойные модели, не всегда на них находилась работа. Но вот только со временем этот баланс удалось восстановить. Ну, а в чем, в принципе, вот этот бизнес модельного агентства? Что вы делаете? Да, у вас, я так понимаю. Модельное агентство – это работодатель, прежде всего, да. Вот, рассчитан на два рынка. То есть у нас есть международный интернешнл департмент, международный отдел, и есть московский отдел. Есть менеджеры, которые занимаются трудоустройством моделей за рубеж, есть менеджеры, которые занимаются трудоустройством моделей в Москве. Но я бы сказала, что в Москве нет модельного бизнеса. Вот как? Даже несмотря на присутствие Red Stars? На сегодняшний момент, если сравнивать наш бизнес, московский модельный бизнес с тем бизнесом в Нью-Йорке, у наших партнеров, или в Париже, или в Токио, и даже в том же самом Сингапуре. То есть мы очень сильно отстаем, реально. Ну, а вот если можно в детали? Такое смелое заявление, я даже опешил. В Москве нет модельного бизнеса. Говорите вы. О чем это говорит? Или точнее, что об этом говорит? В Нью-Йорке вы сравнили с Сингапурой? Да, с 2003 года мы начали заниматься международным бизнесом. С конкурса. Есть такое модельное агентство Ford. Ну, есть, как бы, оно давно существует. Одно, по-моему, из первых агентств в Нью-Йорке. Представьте себе, да, оно открылось в 1946 году. То есть какова история бизнеса модельного. То есть они были пионерами. Джерри и Эллин Форд. Это было первое агентство, с которым мы начали работать за границей. Начиная с 2003 года. И дальше пошло, поехало. Наша география сотрудничества с модельными агентствами за границей начала расти. Начинали мы именно с Нью-Йорка. Сейчас уже есть у нас и агентство в Лос-Анджелесе, в Майами, это американский континент. В Европе Лондон, Милан, Париж. Стандартно, я бы так сказала. Это ваши, как сказать, партнеры, да? Партнеры. Это ваши силовые партнеры. Модельное агентство, которое также является работодателями для модели. То есть мы для них находим модели, отправляем за границу на 2-3 месяца контракта, как правило. Модель едет, работает, зарабатывает денег. Агентство получает, московское, свой процент. Модель возвращается обратно в Москву. Помимо этого, начиная с 2008-2009 год, Европа немного просела. По работе и по заработкам из-за кризиса международного экономического. И Азия очень активно активизировалась, я бы так сказала. Это Китай, это Корея, Сингапур. Также мы работаем еще с Ливаном, с Токио, с Бангкоком, с Жакарто. География довольно-таки обширна. Половина работы уходит на то, чтобы найти модели для работы за границей. Для тех девочек, которые настроены исключительно на профессиональную модельную карьеру. То, что касается Москвы, то я бы так сказала, что нет такого количества кастингов, нет такого количества работы. Вот если, например, сравнить, да? Там модель, которая у нас сейчас находится в Сингапуре на сегодняшний момент. Например, у нее по 5-10 кастингов в день. То есть у нее может быть 3-5 кастингов. А кастинг кто ей проводит? Кастинг проводит ей агентство, в котором она работает по контракту в Сингапуре. Соответственно, кастинг на показ, на съемку, на шоу, на все что угодно. Ну, то есть агентство, условно говоря, предлагает ей некую работу. Да. Я говорю, агентство модельное – это работодатель. Ну, в сфере моды. Соответственно, я логику пытаюсь провести, если агентство каждый день проводит кастинг, значит у агентства, соответственно, есть заказы. Вот на это, на это, на это. Соответственно, у них есть, не знаю, 200-300 заказчиков, которые постоянно снимают каталоги, используют модели для съемок. Это журналы, это реклама, рекламные контракты, самые высокооплачиваемые, как правило. Так, да, наверное. Ну, а в Москве подобные… А в Москве, я бы так сказала, что те модели, которые находятся в Москве… Причем, извините, Света, мы говорим о Москве или о России все же? Нет, я сейчас говорю о Москве. А Россию смысла нет вообще охватывать? Абсолютно. Беда. Беда. Ну, вот представьте, вот девочка приехала к нам недавно из Ростова. Да, то есть, две-три работы в год у модели, понимаете? Ну, может быть, у самых успешных, у самых лучших девчонок у нас по России, если мы возьмем города-миллионники, но одна работа в месяц. И это считается успешным? В лучшем случае. Да, это хорошо. И хорошо, что если тебе еще за нее заплатят, понимаете? А что бывают и другие случаи? Вот, как правило, ну, даже в Санкт-Петербурге модели за показ получают 500-1000 рублей. Да вы что? На неделях моды, которые сейчас проходят. Ну, представьте себе вот уровень оплаты, да, и как вообще на это жить. Поэтому то, что касается, когда девочки к нам приезжают из разных городов, а у нас по России на сегодняшний момент порядка где-то 30 городов, с которыми мы сотрудничаем, с модельными агентствами в этих городах опять-таки. Да, мы предпочитаем сотрудничать именно с модельными агентствами, потому что они профессионально подбирают тех девчонок, которым интересен этот бизнес. Ходить по улицам самостоятельно не имеет никакого смысла. Ну, это такой творческий момент. Соответственно, те, которые приезжают и в Москву со светящими горящими глазами, говорят, вы не ищите тут модельный бизнес. Модельный бизнес в Москве это хобби прежде всего. Как правило, те модели, которые у нас работают в Москве моделями, которые не заинтересованы ехать за границу, либо они не подходят в силу возраста или там своих каких-то внешних данных, или незнания языка опять-таки, да, они либо учатся, либо работают. И для них модельный бизнес в Москве это просто хобби, подработка. Подработать на выставке, поработать хостес, сняться в какой-то рекламе. То есть профессии это быть не может, да? На сегодняшний момент, да, я бы сказала, что даже никто не слышал, вот согласитесь, все какие-то даже российские звезды модели, да, это все те модели, которые сделали карьеру там. Да, за рубежом. Понимаете, у нас нет, Москва не делает звезд, к сожалению. И нам до этого еще пилить и пилить в Москве. Пилить и пилить, да? К сожалению. Да, ну, наверняка, к сожалению, потому что мы, как правило, да. Вот, поэтому, как будто у нас два основных фронта работы. Существует категория моделей, которые живут в Москве, либо они даже могут, ну, приехать из других городов, поработать в Москве моделями, потому что, в принципе, заработать там ту же тысячу долларов, в принципе, в месяц для модели, да, для девочки, которая приехала из небольшого города, из провинции, да, это, в принципе, деньги. Хотя тратится здесь тоже много. Конечно, конечно, надо прожить на эту тысячу. Поэтому девочкам, которые приезжают, я говорю, либо вы сразу, либо мы сразу ориентируем, даем модель в международный отдел, и тогда с ней начинает работать. Свет, прерву, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Светлана Кувшинова, генеральный директор модельного агентства «Ренессанс». И тема программы – это модельный бизнес, которого, внимание, барабанная дробь, как только что я узнал, в России нет. Вот как. Причем забавно, Свет, вы занимаетесь этим бизнесом уже 13 лет, в апреле будет, да, юбилей. А оказывается, этого бизнеса нет. Так чем же вы занимаетесь? Вы знаете, нет бизнеса на том уровне, на котором он существует за границей. Поэтому мы очень сильно отстаем, я бы так сказала, да. И когда модели за рубежом получают за хороший рекламный контракт, она получает хорошие деньги за рубежом, да, то у нас, например, даже если какая-то крупная компания ищет модель, которая станет лицом этой компании, да, как у нас это часто бывает, или своя подружка, или чья-то дочка, да, или кто-то, кто-то, кто даже готов заплатить за то, чтобы стать лицом, понимаете? Я так примерно представляю даже кто. У нас как-то вот все как-то наизнанку немножко вывернуто. Поэтому в Москве очень мало компаний, которые готовы заплатить достойные деньги за то, чтобы там модель стала их лицом. Вот мы, кстати, говорим о том, что, да, о Сингапуре вы рассказывали. Да, вот количество кастингов от пяти до десяти в день. Такое количество у нас здесь в Москве в неделю. Вот разница. И то, наверное, неплохо, да, если это в неделю. Да, да, да. Зависит от сезона, конечно, безусловно. Ну, безусловно, да. То есть получается так, что на Западе, в Сингапуре в частности, есть спрос, да, есть постоянно там что-то снимают, делают рекламу постоянно там какие-то. А здесь этого нет, получается? Очень мало. Очень мало, очень слабо, ниже уровень оплаты труда, да. Вот. И, как правило, например, модные журналы, вот обратите внимание, наши модные журналы, да, которые печатают модели. Они же не печатают в основном модели московских. В основном, как правило, именно профессиональные модные журналы, Vogue, FCL, да, как бы наши лидеры, L. Они печатают, как правило, девушек, она даже, может быть, девочка, модель из Москвы или из Воронежа. Ну, да, да, родилась в России, но она уже... Она хотела работать в Париж, и там... Там стала моделью, и теперь она... Там стала моделью, ее отсняли, и, соответственно, как бы, да, пишут там Маша Иванова, там, агентство, допустим, Elite Paris, да. Понимаете? Вот такая ситуация, потому что профессиональные, потому что заказчики, в основном, если мы берем, например, Европу, заказчики не хотят брать модели в Москве. Они хотят брать... Они берут в Европе, потому что считается, что там и агентство профессиональнее, и модели профессиональнее. А при этом вполне возможно, что эта модель, которую они взяли в Европу, это русская, да? Да, очень часто так бывает. У нас есть звонок, давайте послушаем его. Сергей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте, а у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что сейчас интернет проще с продвижением. Вот вы сами как считаете, вот если бы вы, например, начинали бы свой бизнес не 30 лет назад, а сейчас, вам было бы легче или тяжелее? И к чему я спрашиваю? Потому что вы говорите, да, что, опять же, да, там, ссылаясь на интернет, на прочее, но вот я, например, со своей колокольней, да, мне кажется, что, наоборот, сейчас тяжелее, потому что, во-первых, конкуренция гораздо сильнее, чем... Сереж, извините, а вы о своей колокольне два слова скажите. Вы занимаетесь этим же бизнесом? Ну, нет, 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 совсем другим. Просто вы продвигаете свои услуги через интернет, да? Да, 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 да. И мне, как бы, вот, да, на мой взгляд, сейчас гораздо-гораздо сложнее. То есть, во-первых, конкуренция, во-вторых, нету старой модели, когда, скажем так, в Москве были деньги, там остальные подтягивались, сейчас, наоборот, в Москве стагнация спроса растут регионы. Вот, и вот, понимаете, я как бы, я не очень понимаю, почему сейчас должно быть легче. По-моему, наоборот. Мне хотелось бы ваше мнение узнать, вот, так сказать, ваше. Спасибо, Сережа, спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо, Сергей. Мне кажется, вы сами задали вопрос и сами на него ответили. Потому что, действительно, я с вами полностью соглашусь, если бы сегодня, сегодня начинали бизнес. Да, конкуренция выше, однозначно. На тот момент, безусловно, когда мы начинали в 2000 году, безусловно, в моделях агентств было намного меньше. Вот, и сейчас конкуренция выше. Ну, такое столь логично, да, если не было, ну, давайте просто смотреть на вещи, не было интернета. Вы знаете, тогда были свои сложности, сейчас свои сложности. Не было конкуренции, но и не было заказов, потому что никто не знал, и надо где-то размещать, надо где-то продвигать. А сейчас есть интернет, да, и все знают, и, естественно, все пользуются тем, что есть такая возможность. Но, опять-таки, попасть в рейтинги, да, на первую страницу при запросе, это тоже непросто. Это тоже нужны профессиональные компании, которые этим занимаются. Этим занимаются, да. Нужно этим заниматься. Нужно делегировать это тем людям, которые профессионалы в своей сфере. Свет, давайте вернемся тогда непосредственно к бизнесу. Расскажите, кто они, эти модели? Кто они? Откуда они? Вы знаете, я бы сравнила вот девушек, модели начинающие, да, допустим, с гимнастками, да. То есть это бизнес, в который нужно начинать рано, да, 14-15 лет. Вот если там... Ну, гимнастки-то уж совсем девочками приходят, да. Ну, они, да, не совсем. Ну, вот я... Похожая тема. То есть они рано начинают и рано заканчивают, да. Рано заканчивают, да. Вот в модельном бизнесе, в принципе, так же. Никогда не соглашусь с темой, с мнением, что модели все тупые, глупые и так далее, да. Вы же не встретите в 18 лет ни банкира, ни юриста, ни адвоката, да. А в 18 лет модели... То есть с этим связано, да, что вот такое мнение о том, что, да, девочки-модели такие... Ну, потому что они молодые. Да, потому что они просто молодые девочки. А многие вообще приезжие девушки. Начинать надо в 15-16 лет. Самый такой идеальный возраст. Кстати, в 15-16 лет они уже востребованы как модели? Или надо начинать с точки зрения того, что приводить себя в порядок, заниматься? Нужно, да. То есть, во всяком случае, в 20 лет практически нереально начать карьеру и сделать какую-либо карьеру за рубежом. Для этого нужно помотаться, полетать по всему миру, побывать в разных странах. То есть для того, чтобы модель сделала карьеру, она должна не просто там, поехала в Париж и все. Да, и всех... Вот они, звезды с неба упали. Ничего подобного. Так бывает все равно, нет? Это начало. Известная про Водянову известная история, наверное, это... Ну, а кто-то знает, сколько Водянова пахала до того момента, пока она стала известной. Ну, она, кстати, пахала, да? Ну, я могу не знать, конечно, все эти истории, наверняка вы знаете лучше. Но вот то, что у меня, по крайней мере, в подсознании. То есть она не занималась модельным бизнесом, она торговала на рынке, стояла на рынке, пришел принц и увидела... Вы знаете, таких историй немало. Таких историй немало. Ну, сказка есть известная, Золушка называется, Синдерелла, это тоже оттуда, видимо. Я бы так сказала, что для того, чтобы стать моделью, совершенно недостаточно. То есть нужно... Две составляющие важны. Это внешность и это характер. Характер. Причем характер бойцовский, я так понимаю, потому что это нелегко. Бойцовский, стрессоустойчивый, да. Потому что, ну, представьте себе, вот у нас вот есть девочка из Тюмени, которая в 15 или в 16 лет полетела, первый раз полетела за границу в Токио. Оттуда из Тюмени? Да, да, да. Ну, естественно, она побыла какое-то время в Москве, мы поняли, что модель только на зарубеж, да. То есть если мы видим, если мы находим модель... А, кстати, почему только на зарубеж? Это во внешности? Потому что, вы знаете, профессионально... Да, внешность, конечно. Безусловно, первое, это внешность. Ну, то есть имеется в виду... Это рост, это возраст, ну, возраст идеальный в районе 16-17 лет, 15-17. Это рост, это состояние волос, состояние кожи... Черты лица, наверное, да? Улыбка, харизма, очень-очень много составляющих. Если мы видим, что девушка, у нее есть все для того, чтобы делать карьеру модельную, то мы стараемся, чтобы она в Москве долго не сидела. Потому что Москва развращает девчонок. Развращает? Да, клубами, тусовками, ну, вот там... Ну, бытует же такое мнение, да, что вот в Москву девочка приехала, тем более из провинции, и она погрузилась в какой-то волшебный мир. И этот мир, вот, он связан с тем, что, да, кругом богатые мужчины, кругом какие-то увеселительные заведения, а я модель при этом, я востребована. Вот это все до сих пор работает? Или уж немножко все работает? Поэтому, если мы видим, что девушка соответствует... У нее есть внешность, да, у нее есть как бы и внешность, и у нее есть и характер, то сразу за границу, сразу. Сразу мы подбираем ей агентство, ну, вот, смотрим, на какой ее типаж подходит для какой больше страны. Либо это Америка, либо это Европа, либо это Азия, да. Потому что есть там категория моделей, которые, например, могут работать только на Востоке, с паназиатским, например, типажом. В Париже, в Милане они будут не востребованы. Поэтому, представьте себе, девочка первый раз едет за границу в чужой город, в чужую страну. Одна. Одна. Никаких сопровождающих вы ей, там, менеджера с собой не даете, да? Ну, с 16 лет нет. До 16 агентство, да, может поехать с мамой. Поэтому оказаться в чужой стране, с чужими людьми, не очень хорошо знающий язык... Язык, вот я тоже подумал, да. То есть, понимаете, это какой стресс. Да, да. То есть, поэтому вы правы насчет бойцовского характера, насчет того, что должен быть характер. Это не просто так в 16 лет уехать куда-то работать. Надо, пусть даже не на долгий срок, два месяца минимум, но это все равно срок. Ну, и в результате у нее все сложилось? Да, да, у нее все сложилось, девочка успешна. Этот контракт, да, она закрыла, все получилось, ее начали приглашать. Прожила работать, да, дальше по миру. Таких много примеров? Ну, в вашем, как минимум, агентстве? Ну, вот я могу так сказать. Вот на сегодняшний момент у нас сейчас работает 10 человек за границей. Это немного на сегодняшний момент. К неделе моды, к весенней. Ну да, есть же сезонность некая, да, и потом наверняка ротация все же. Одна отработала, да, другая поехала. Да, да, верно. Кстати, это вот тоже с чем связана эта ротация? Ну, имеется... Все же учатся еще, понимаете? Все кто-то, кто-то в школе, а кто-то в институте. И поэтому, безусловно, все стараются совмещать. Что вот есть замечательный, замечательный контракт. И вы смотрите, во-первых, конечно, кто подойдет, а во-вторых, кто свободен. У этой сессии, да, она поехать не может. Да, у нее может быть сессия, она может, она серьезно учится. Я почему-то засумывал сейчас, знаете, есть старый анекдот, когда артисту Тюза предлагает голливудский контракт, предлагает миллион долларов, потому что вот, значит, тот там этипаж, о котором он искал, говорит, я тебя снимаю в главной роли. Вот. А артист отказывается. Почему? У меня елки, говорит. Я почему-то подумал, что можно... Знаете, многие модели отказываются, те, кто учится на очном. Не, ну там деньжище, наверное. Ну, боже мой, можно там академический отпуск взять, наверное, пересдать, в конце концов, бросить этот институт. Ну, что он даст, кроме диплома? Нет? А там же деньжище. Не бывает такого? Бывает. Вот бывает, девочка подходит, все ее хотят, приглашают, предлагают контракты. Она говорит, я учусь. А потом, когда в 21, в 22 года... То есть она взяла этот диплом? Очень многие девчонки приходят, я решила стать моделью. Конечно, я... Хочу стать моделью. Вот она приходит в 21, в 22. Я отучилась, говорит она, да? Я отучилась, пожалуйста, сделайте из меня модель. Все, поезд ушел. Я говорю, извините. А вы вот в тот момент ей не объясняете, что, милая моя, ну это вот... Отучиться-то можно и чуть позже, просто вот это вот шанс твой. Нет, безусловно, если мы видим, мы пытаемся объяснить, и не только девочке, но и родителям, конечно. Да, прежде всего. Что это серьезный контракт, что сейчас вот есть момент, есть шанс, понимаете? А через 2-3 года его не будет, к сожалению. Поэтому, в конце концов, учеба, она тоже не убежит. Можно взять, можно попробовать, можно взять академоотпуск на полгода. Кроме того, контракта все равно 2-3 месяца, это не такой большой срок. Пусть она съездит, пусть она почувствует. Это ее мир, не ее мир. Ее это направление. А тоже вариант, кстати, да? Вот такие бывают случаи, я так понимаю, что поехала, вроде бы... А потом приезжает, говорит, не мое. Мы сейчас опять на новости послушаем с удовольствием новости на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. А тема сегодняшней программы – модельный бизнес. В гостях Светлана Кувшинова, генеральный директор модельного агентства «Ренессанс». Очень много интересного уже Света рассказала. Я надеюсь, еще многое расскажет. Ну, вернемся вот к истории с молодыми девочками. Действительно, шансы такое бывает не для всех, во-первых, да? И может выпадать один там на миллион лет. Ну, представьте себе, да, например, агентство в Японии, в Токио. Очень многие девочки пытаются попасть, потому что хорошо зарабатывают деньги в Японии русские модели. А русские модели хотят попасть в Японию. Если мы возьмем, например, вот мы работаем с первой тройкой лидеров на рынке, да, в Токио. Агентство берет на сезон, ну, на сезон, вот на два месяца, да, 10-15 моделей всего из-за границы, да. То есть одна-две девочки из России, а остальные, соответственно, это другие страны. Вот, то есть конкуренция… Конкуренция бешеная. Конкуренция бешеная, да. При этом модель может заработать в Токио 10, 20, 30 тысяч долларов за пару месяцев. Это очень хорошие деньги. Вот, как правило, если модели едят работать в Милан или в Париж, то это как еще школа. Я говорю, это для вас школа, тренировка языка. Там оплата скромнее, я так понимаю, да. Оплата скромнее. Но, с другой стороны, действительно, да, надо почувствовать это, понять. Так вот, да, вопрос до новостей я формулировал. Бывает такое, что действительно, вот и данные вроде у девочки, да, и ей шанс выпал. Она приехала, походила, вернулась, говорит, нет, я не буду этим заниматься. Бывает, бывает. То есть у нее что, вот этого стержня нет или это очень субъективно? Дело в том, что модель должна уметь себя подать. Ну, вот, нужно уметь быть на позитиве, да. И когда модель едет работать за границу, мы каждой девочке объясняем. Ты должна забыть, что такое плохое настроение, когда ты приходишь на кастинг. Все хотят видеть улыбающуюся, позитивную, не просто красивую девушку, да. Если ты будешь ходить смурная, грустная, если ты не будешь общительной, ни с кем, да. То есть ты зашла, улыбнулась, поздоровалась. Вот твоя визитная карточка. От тебя свет какой-то пошел. Да, должен быть позитив. Есть же такое мнение, что русские мало улыбаются. Американцы, европейцы чаще улыбаются, хотя и натянуты, да. Вот это вот, к сожалению, вот эта вот натянутость, она иногда... Она, кстати, чувствуется тоже, да? Она работает. А, работает. Она работает, поэтому модель должна быть на позитиве. Вот, если она не умеет себя подать, вот, при том, что она может быть очень красива и идеально сложена, вот. Но если она не умеет общаться, если она не общительная, если она себе не умеет подать, улыбаться, то у нее дела не пойдут. Вот, и она будет расстроена, она приедет, там, может быть, в минусе, или, там, не заработать, и денег не заработает, и заказчикам не понравится. Ну, вот, потому что это общение, это умение работать. Недостаточно иметь просто внешность идеальную, хорошую фигуру, хорошие волосы, не крашеные, не... Хорошая кожа. Нужно уметь себя подать, нужно общаться с менеджерами в агентстве, с фотографами, которые с тобой работают, с заказчиками. Кстати, я так подумал о том, что именно поэтому, наверное, да, очень часто модель не идеально красива, но она, у нее есть что-то другое, да, вот. Да, вот я прилетела вчера из Мексики, у нас в Мексике есть партнер-фотограф, известный Серж Бурбо, известный, у него 35 лет стажа в модельном бизнесе работы, да, и вот мы с ним сидели, общались на тему моделей, и я его просила рассказать о модельном бизнесе за эти 35 лет, ну, вы представляете, какой колоссальный опыт у человека. Конечно, конечно. И он сказал, что секрет успеха заключается в том, что когда модель начинает работать с фотографом, она раскрывается, то есть она еще должна уметь работать с камерой, она должна уметь себя, не просто, как бы там фотографии говорить, сядь так, встать так, она должна, вот, какая-то природная пластика, наверное, да, природная пластика, какая-то грациозность. Вот, есть же модели, например, не очень высокие, вот, но которые добились очень многого. Не очень высокого роста вы имеете в виду? Вот, сейчас вспомню имя, вот, говорит, работал он с Линдой Евангелистой, я, говорит, с ней работала, говорит, когда она пришла ко мне в студию, я, говорит, это было 15 лет назад, вот, я посмотрела на нее и подумала, боже мой, что же я буду с ней делать, как же я буду, как же я, как же я для заказчика выполню работу и сниму, вот, это обычная девочка, даже не очень приятная, но когда ей сделали мэкап, и когда она вошла в студию и встала перед камерой, она преобразилась, все, из нее палился свет, она начала работать с камерой. И она ввреждать стала Линдой Евангелистой. Да, понимаете, есть еще такое понятие, как фотогеничность, это тоже имеет большое значение, даже сфотографировав модель, там, не знаю, на телефон, или там на простой какой-то, на простой телефон, мы видим, есть у нее эта фотогеничность или нет? Да, я, опять, да, склоняюсь к мнению, что профессия не из легких, я бы сказал. Поэтому именно единицы добиваются успеха. Огромное количество нюансов нужно, да, каждый раз. То есть, да, то есть, это очень много пунктов, для того, чтобы вот именно стать знаменитой, известной, должно очень много пунктов совпасть. Да. А, кстати, мы говорим о знаменитых и известных, а есть ли, ну, условно говоря, так, есть ли модели среднего уровня или там какого-то низкого уровня, вот как эти категории? Да, есть модели среднего уровня, они могут быть неизвестны, но они хорошо зарабатывают деньги. Тем не менее. Да. То есть, они... Почему они? За счет оборота, да, то есть, они часто в чем-то принимают участие? Да, опыт, наработанные клиенты, да, у нас есть модель, которая живет в Калининграде, которая сотрудничает с модельным агентством Элит Майами. Вот она летает два раза в год на съемки каталога для компании, бельевая компания, не помню, к сожалению, название. Вот они за каталог там 20-30 тысяч долларов, понимаете, платят за неделю и все. И ей этого достаточно, да, она вот, знаешь... Да, она учится, она... Ну, понятно, да, у нее какая-то другая жизнь, да. Но при этом она... Да, если тебя замечает какая-то компания, которая хорошо тебе платит, соответственно, у компании, да, СИЗО, тоже они выпускают одежду, обувь и так далее, там, купальники, белье, они подбирают моделей, ну, вот, они постоянно снимают каталоги сейчас, выкладывают информацию о своих продуктах в интернете. В интернете, да. Соответственно, это нужно на ком-то показывать. Да, и здесь уже, наверное, тоже важно, да, она действительно там не топ. Да, да, но, с другой стороны, она дело свое знает, они прекрасно понимают, да, вот мы сейчас ее пригласим, она быстренько отснимется, потому что она знает, как это делается, у нее это получается, и все, и расходов меньше, да, в этом смысле, ну, для заказчика, как минимум. Да, это, да. У нас есть вопрос, вот, давайте мы попробуем на него ответить, Леонид очень интересуется, а зачем, говорит, он, нужно развивать этот рынок? Может, нам не нужно увеличивать тираж моделей и создавать культ образа? Вот, по поводу культа образа, мы потом, если можно, чуть подробнее об этом поговорим, ну, опять-таки, да, речь идет обычно о том, что все, что мы видим на глянце, ну, на рекламах ли, да, создает некий, действительно, вот, идеальный такой образ. А все, кто от этого образа, на этот образ не очень похожий, да, начинают комплексовать, это, наверное, тоже не очень правильно, ну, с точки зрения обычного восприятия обычного человека. Ну, тем не менее, вот нужно развивать этот рынок, Свет, как вы думаете? Его нужно развивать и не количественно, а качественно, этот рынок, вот, соответственно, не должно увеличиваться не количество моделей, а именно качественно, качественно отбора, да, вот, то есть каждый год, один раз в год мы просматриваем свою базу данных и смотрим, кто у нас работал, кто у нас был задействован в работе, кто нет, да, и мы стараемся минимизировать количество моделей, потому что реально и на международном рынке и на российском рынке потому что желающих очень много приходит но далеко не все а нет проблемы извините перевью а нет проблемы в том что ну может быть не совсем корректно но мысль такими такая несколько проблем что вот одна и та же модель она приедается и надо менять такое какое-то должно быть не здоровое такое нет такого момента нет модель не может пресса если она работает она и узнает как можно больше заказчиков со временем да соответственно наработать свою клиентскую базу они звонят и говорят пожалуйста давайте у нас новый каталог у нас мы выпустили там новую линейку или мы там нам нужно опять я знаю девочек в москве их не так много которые никогда не ездили не работали за границу да ну но они зарегистрированы в нескольких модельных агентствах и они там по три по пять лет уже имеют опыт работы в москве занимается только этим для этого нужно для того чтобы действительно иметь много работы в москве есть у тебя если ты не можешь позволить себе или не хочешь ехать работать за границу нужно не в одном агентстве в принципе сидеть нужно быть подать свое резюме это логично откуда в результате есть конечно девочки которые приезжают к нам и работают только у нас мы им предоставляем жилье ну вот соответственно если мы представим жилье приглашаем модель на месяц на два в москву естественно мы хотим чтобы она была только с нами а те кто живет уже в москве самостоятельно они рассылают свое резюме свои фотографии анкеты по разным агентствам соответственно кто позвонил кто-то позвонил правильно это свободный рынок вот самый главный очевидно да ну что вот света ответила на вопрос леонида я уверен достаточно убедительно хотелось бы конечно иметь хотелось бы конечно вот уровень оплаты тот уровень оплаты в европе или в америке или в токио конечно не сравним с оплатой в москве иногда в 10 раз может опять уровень оплаты здесь же нет у вас тарифов правильно никто не ставит там вот ставка такая у модели просто это зависит от рынка это зависит от рекламного бюджета компании компания естественно здесь может сэкономить на этом она говорит нет я вот модели заплачу только крохи а в европе видимо в америке да там такого не принято так вот о культе образа давайте два слова скажем у нас еще есть пару минут до следующих новостей есть в этом проблема ну как можно отказаться от красоты да мне кажется это естественное стремление ну опять речь пойдет достаточно банальные вещи но тем не менее красота красоте рознь вот то что мы видим каждый раз да в конечном итоге привело к тому что все считают вот эта девочка она красиво безусловно вот эта девочка это эталон а есть другая девочка вот она тоже красиво но она не такая она на нее не по ну я имею ввиду там вот модели современные они все ну так мягко говоря худенькие а вот модель полненькая вот она не котируется вы знаете у нас например есть несколько компаний которые нас заказывают моделей не худенькие не худенькие да потому что есть одежда ответственно соответственно понимаете к сожалению таких компаний немного у нас и у нас есть такие модели которые просят вот именно тоже они снимают каталог производят одежду для там 46 46 и дальше размера да вот у наших нью-йоркских партнеров агентства вели имена у них есть вообще подразделение модели сайз плюс красивые но полные и очень востребована кстати и когда я была в нью-йорке его агентстве спрашивала как вы находите таких вот было год недавно вот у нас есть звезда модели которые востребованы просто на улице скаут шел увидел девушку с очень красивым лицом с хорошей фигурой но при этом она полная пригласил вагина она даже представить себе не могла что она может работать моделью в этом направлении потому что она куда не худая как комплексовала по этому поводу наверняка я вам скажу что в принципе все хотят все равно видеть агентство как правило вот если говорить о моделях и фотомоделях все равно хотят все видите чтобы она была и красивая и высокая одновременно вот есть все таки вот некий эталон да и причем этот эталон я опять вернусь к вопросу леонида его нам навязывают какой-то степени он навязывал то эти люди которые решили что вот эти кстати извините уж еще один вопрос сразу у меня голове хотя на не успеем уже модели фотомодели это разные девочки разные профессии давайте я бы так сказала что все равно все хотят видеть и красивых и высоких но безусловно есть девушки то есть высокие сейчас это метр семьдесят шесть метр семьдесят семь это вот сегодняшняя вот такая вот граница да раньше не выше или не ниже это должна быть модель выше а выше метр семьдесят шесть выше среднего 78 метр семьдесят девять идеальный рост растут поколение растут девочки которые к нам приходят сейчас 14 лет они уже по метр восемьдесят так вот все хотят все равно видеть и высокую и красивую вот но есть очень красивые девочки метр шестьдесят пять метр шестьдесят метр семьдесят да с безумно красивыми лицами которые тоже имеют своих заказчиков для того что все таки имеют имеет хорошо у нас у нас очередное время новостей которые мы опять с удовольствием послушаем потом продолжим итак друзья последние 12 минут а вопросов то много как оказалось это во первых интересно безусловно ну и потом как не так легко не так легко значит напомню сейчас у нас в эфире бизнес-класс и мы говорим о модельном бизнесе и в гостях у меня светлана кувшинова генеральный директор модельного агентства ренессанс вот наш слушатели интересуются насколько востребованы мужчины в этом бизнесе очень слабый рынок для мужчин слабо то есть на наверное один заказ из 20 приходится именно на ребят поэтому когда к нам присылают фотографии модели не живущие в москве я сразу говорю ребята даже не думайте о том что вы приедете в москву и и будете зарабатывать и только на том что вот вы будете работать здесь моделью для мужчин безусловно у нас есть мужчины модели в агентстве ну вот но говорю вот постребованность достаточно низкая и опять таки чтобы хоть как-то прожить именно на модельные деньги то я говорю это нужно наверное в десяти агентства быть зарегистрированными чтобы иметь объем работы и главное чтобы здесь есть каждый раз приходи кроме того приходят ребята очень молодые а как правило вас требовать чуть постарше 25 25 и выше 25 35 соответственно я говорю вы занимаетесь учитесь делом своим делом да это тоже как хобби как подработка это самое касается детей да вот тоже есть у нас есть у нас и дети в базе и есть товары есть компания которые рекламируют товары для детей для подростков и соответственно тоже нужно это нуждаются моделях поэтому но дети очень быстро растут очень быстро меняются и очень многие родители заморачиваются по поводу того что вот обязательно нужно делать портфолио и так далее да это важно но опять-таки рынок очень слабые москве естественно никаких детей никто за границу не едет детей за границу работать нет мы говорим только о москве работы для детей еще меньше чем чем для мужчин кроме того очень часто вы знаете бывает так что если даже какой-то заказчик хочет рекламировать какой-либо товар очень часто находятся родственники знакомые какие-то да это мы да понимаете а для для ребенка там не знаю для мальчика для девочки там пяти-семи лет не им не нужно никакое профессиональное образование просто это дети они могут быть общительные открытые не боящиеся камеры так далее поэтому очень часто находятся среди знакомых я понял ну вот есть наверное проблемы но как минимум вопрос такой морально-нравственные насколько этично вообще детей в этот бизнес погружать если мы говорим им на бизнесе до модельном потому что ну опять таки я состоит точки зрения могу предположить что во многом тот факт что ребенок оказался на подиуме или вот да оказался перед фотокамерой это желание это родителя прежде всего как правило как правило да и если честно когда у нас там два раза в год мы у нас проходит показы с участием детей там возрастом 5 до 10 лет вот и работает многое когда приходит получаете в агентстве нам за зарплаты за показ да то есть для них это тоже первые деньги первый заработок такие эмоции на самом деле родители очень часто на самом деле большинство родителей они ведут детей не для не ради заработка не ради за это развитие да это вот то есть ребенок общается он попадает в какую-то новую сферу для себя да он развивается можно было дать какой-то кружок до умелые руки или танцевали там сняться в кино в каком-то сюжете примерно то же самое это развитие то есть проблемы здесь никакой не потому что я сейчас собственно вспомнил некоторое время назад какие-то сюжеты были страшные по телевидению и даже обсуждались известные передачи да об этом говорили что малолетних детей в этот бизнес значит родители насильственно вводят а там с ними делают вообще страшные вещи вплоть до каких-то там ну когда готовят их к съемках да там щипывают брови там что-то сделают ногти какие-то мэйкапки сумасшедшие исключение но мы слава богу с такими не сталкивались не сталкивались ну ладно и не будем сталкиваться давайте вернемся непосредственно да уже к теме и так бизнес модельный бизнес какие перспективы у него как вы думаете ну говорим опять о россии естественно прежде всего на самом деле хотелось бы конечно безусловно чтобы наш уровень хоть как-то приблизился хотя бы лет через пять вот к тому уровню который существует от чего вот это зависит это общее развитие экономики безусловно знаете не может отдельно бизнес развивать сам себе все взаимосвязано нашей жизни в нашем городе нашем городе да и вот кстати в нашем городе или в соседних городах есть на ваш взгляд перспективы того что он еще и в россии в целом будет каким-то образом развиваться развивается опять-таки благодаря развитию интернета если раньше мы ездили по городам и у агентства как правило даже не было модельных агентств в городах российских да правило не было даже интернет сайтов а сейчас уже есть агентства там городах миллиониках у которых продвинуты например директора они говорят на иностранном языке они сами могут отправлять своих моделей за границу минуя москву а правильно я понимаю что если мы говорим о модели агентстве вот ну может быть даже и столичном провинциальном то в основном его задача это ну как извините в кавычках я поставлю перепродать модель никакого спроса на нее непосредственно в профессии да вот в этом провинциальном городе скорее всего не будет как правило как правило да правило да то есть это те самые волонтеры да как бы на местах получается что они вот где-то провинции нашли девочки как правило офисы небольшие офисы там или при каких-то дка ну вот и очень часто в основном в городах в российских это школы модельные школы ну то есть опять на перспективу да вот допустим я так представляю я вот живу в правил провинции решил этот бизнес поднимать да сделал я себе модельное агентство и при нем модельную школу что это значит значит вот у меня есть какой-то взгляд на вещи да 10 девочек красивых потом я говорю вот сейчас в таком в таком формате да в таком состоянии на них интереса не будет давайте тогда мы их немножко получим да но условно там чему можно научить их как ходить да как одеваться как смотреть как перед камерой себя вести вот так это выглядит верно поэтому да как правило это происходит именно так приходит какая-то девочка в модельную школу ростове калининграде в уфе приходит агентство ее замечает если агентство ее самостоятельно не может пристроить соответственно имея партнеров москве модель показывают нам мы смотрим оцениваем от я смотрите можете вы уже за границей и пристроить да потому что это задача номер один да найти девчонок которые могут работать за рубежом что это интересно для всех а безусловно и вот я еще подумал о том что ну в какой-то степени люди да которые которым пришла эта девочка они вот держат ее судьбу в руках а кто эти люди они насколько они профессиональны просто дело вкуса или это это я не знаю там люди имеющие есть стандарты понимаете есть стандарты которых все придерживаются рост возраст внешность безусловно да но и конечно же очень важно чтобы у тех людей которые отбирают на местах да чтобы должен должен быть как правильно на английском то есть они должны видеть разглядеть в какой-то девочке она может быть одеваться как-то неприглядно да нам может быть даже странно быть какой-то но в ней нужно увидеть вот эту вот звезду если в принципе как правило агентство нам присылает много да много девчонок и вот какой то есть там не сильно не сильно наверное они их фильтруют не сильно фильтруют собрали пучку и понимаете это какой фильтр да то есть сначала фильтр там на месте регионе потом это фильтр москва и потом уже лучше из лучших да и международное агентство еще свой фильтр проходит поэтому это на самом деле такая серьезный серьезный отбор серьезно поэтому безусловно наши партнеры международные они выбирают лучших из лучших и конечно же они знают что мы контактируем мы понимаем что мы не даст недостаточно просто внешность если чек скрыт не общителен по жизни если она не умеет себя подать этому можно научить вот хорошо ходить но как правило агентства зарубежные они вот не очень любят вот этим заниматься они хотят видеть готовы готовы уже готовы за исключением если она божественно красиво внешне то тут в этой ситуации даже может быть она вот прям идеально нереально красивая девочка но если она вот не очень с коммуникацией закроют глаза намного закроем глаза потому что вот это лицо можно продать я понял хорошо и ну традиционно все когда говорим о неком бизнесе мы выделяем конкуренты мы конкурентов да говорим о конкуренции мы соответственно смотрим за рубеж вот в нашем случае да в принципе это все понятно поскольку вы со своими коллегами из зарубежата не конкуренты а партнеры преимущественно если говорить в целом в таком случае о неких тенденциях вот каковы они то есть на что сейчас больше наибольший спрос ну и за рубежом прежде всего ну естественно и у нас тоже на какую модель или может быть на какой на какие лица на что я бы сказала что все таки ставка делается не только сейчас на внешность на характер знаете характер сложно передать мне кажется да через фотокамеру характер безусловно безусловно сложно передать но когда девушка она не должна быть мотивация понимаете мотивация это очень важно мы можем найти модель отправить за границу но она вернется ни с чем мы потратим кучу времени на переговоры то чтобы ее пригласить москву поставить ей визы она поедет то есть мы должны ответственно подходить к выбору поэтому должна быть мотивация должно быть желание должно быть стремление должен быть иностранный язык девушка должна хотеть а вот можно коротко эту мотивацию сформулировать ну я качестве примера да когда я занимаюсь своим делом ко мне приходят люди которые пытаются хотят научиться этому делу да я все время формулирую вас мотивация одна должна простая я хочу зарабатывать деньги научи меня зарабатывать деньги а вот как сформулировать мотивацию модели хотя нам вряд ли да и у нее на первом месте именно деньги вряд ли да то есть как правило это желание вырваться вырваться из из того вот места из того маленького городка ну вот который там не имеет никаких перспектив там не в плане карьеры как правило да потому что это это путешествие это разные люди это разные страны да ты работаешь ты общаешься ты приобретаешь опыт колоссально это интересно все это огромное спасибо время у нас к сожалению заканчивается уважаемые слушатели светлана кувшинова была в гостях генеральный директор модельного агентства ренессанс мы говорили о модельном бизнесе ну и давайте пожелаем всем и свете в том числе успехов в этом нелегком деле спасибо за внимание до свидания до понедельника спасибо за внимание до конца